Молоко – один из ключевых продуктов в рационе питания человека. Это богатый источник питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и нормального функционирования организма. Однако, как и любой продукт, молоко имеет свои стороны, положительные и отрицательные. Давайте рассмотрим пользу и вред молока для здоровья человека. Польза молока Польза номер один. Протеин и аминокислоты Молоко является отличным источником протеина, который необходим для роста, восстановления тканей и поддержания иммунитета. Оно содержит все необходимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Польза номер два. Кальций и фосфор Молоко богато кальцием и фосфором, что существенно для здоровья костей и зубов. Регулярное употребление молока может помочь предотвратить различные костные заболевания, такие как остеопороз. Польза номер три. Витамины Молоко содержит множество витаминов, включая витамин D, необходимые для усвоения кальция, и витамины группы B, важные для нервной системы. Польза номер четыре. Животные жиры Жиры в молоке содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и общее здоровье. Теперь рассмотрим вред молока. Вред номер один. Лактоза и непереносимость Некоторые люди страдают от непереносимости лактозы, сахара, содержащегося в молоке. Это может вызывать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газы и диарея. Вред номер два. Холестерин Молоко содержит насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови. Это может стать фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Вред номер три. Гормоны и антибиотики В некоторых случаях молоко может содержать следы гормонов и антибиотиков, используемых в скотоводстве. Это может вызывать беспокойство в отношении воздействия этих веществ на человеческий организм. Вред номер четыре. Аллергии Молоко является одним из наиболее распространенных аллергенов, особенно у детей. Аллергия на молоко может вызывать различные симптомы, от цепи до более серьезных реакций. Вывод Молоко – это ценный источник питательных веществ, но его употребление следует регулировать с учетом индивидуальных особенностей организма. Люди с непереносимостью лактозы или аллергии на молоко могут обратить внимание на альтернативы, такие как растительные молочные продукты. Перед внесением значительных изменений в рацион питания всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Желаем вам крепкого здоровья и ждем ваши комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова